В этом обращении я хотел бы обратиться не к нашим ополченцам, не к нашим соратникам, не к соотечественникам и добрым людям. Сейчас я обращаюсь к вам, нелюди, фашисты и бандеровцы, детоубийцы и каратели. Я обращаюсь к тем тварям, которые ведут открутый геноцид по отношению к русскому народу. К тем, кто убивает с помощью тяжелой артиллерии и авиаударов, женщин, детей и стариков. К тем, кто стирает с лица земли целые города и поселки. К тем, кто применяет кассетные бомбы, химическое оружие против мирного населения. Послушайте меня, твари! Каждый из вас понесет заслуженное наказание за содеянное, за убийство детей, женщин и стариков. Мы будем к вам беспощадны и по законам военного времени будем убивать вас без капли сомнения. Вчера по селу Старая Кондрашовка, где живут только мирные люди и где никогда не было позиции наших ополченцев, был нанесен авиаудар военными истребителями. Они уничтожили обычных, ни в чем не повинных людей. Последствия этого удара ужасны. Силой взрывов люди были буквально разорваны на части. Останки этих людей приходилось собирать буквально по частям. Были убиты дети. Одной из погибших девочек накануне исполнилось всего пять лет. Десятки людей получили ранения. Сотни остались без крыш над головой. Украинская авиация разрушила их дома и подворья, которые строились и обживались многими поколениями. Теперь этим людям негде жить. А желающие уехать либо не имеют такой возможности, либо им просто некуда ехать. Хочу сказать, что мы ежедневно видим системное уничтожение именно мирного населения по факту их территориальной и этнической принадлежности. Это геноцид. Мы видим возрождение фашизма в центре Европы, на которой все так называемое цивилизованное европейское и западное сообщества умышленно закрывает глаза, делая вид, что не замечает того, что происходит на Донбассе. Но мы и не надеемся на их честность. Не надеемся, что они займут правильную позицию и начнут отстаивать права человека и мирного населения, о котором все время так любят говорить в своих избирательных кампаниях и парламентских речах многие европейские и заокеанские политики. Лидеры Европы и США, по нашему глубокому убеждению, давно погрязли во лжи и лицемерии. Сегодня мы надеемся только на свои силы, на наших ополченцев и на наше всеобщее желание защищать нашу землю, наш язык, нашу культуру и нашу историю. Наши герои – это Суворов и Жуков, а не Бандера и Шухевич. Наша история – это история великих свершений и великих побед. В наших жилах течет кровь наших предков, которые разбивали на поле боя любого врага, пришедшего на нашу землю. Теперь настал наш час отстоять честь и доблесть наших предков, которые в Великую Отечественную войну разгромили всю эту фашистскую нечисть. Сегодня снова к нам ползут эти фашистские тараканы, и мы готовимся точно так же поступить с ними, с украинскими фашистами, которые пришли на нашу землю убивать русских людей. Мы с ними будем поступать так же, как поступали наши деды. Мы будем их сжечь и уничтожать их танки и бронетехнику, авиацию и артиллерию. И мы это уже делаем. Горят их танки, горят их БТРы, падают на землю их горящие самолеты. Так же методично мы уничтожаем карательные отряды и батальоны бандеровцев, которые киевская хунта использует как пушечное мясо, гонит их, как баранов на убой, посылая вслепую на наши позиции. У нас даже создается впечатление, что таким образом киевские политики пытаются избавиться от ныне неугодных им националистов. Они сделали свое дело на Майдане, заменив одних олигархов на других олигархов. И теперь этих националистов ведут на убой к нам, чтобы тем самым избавиться от ненужной, неуправляемой политической силы. Хочу сказать, бандеровцы, Вы по-прежнему тупы и глупы, как и ваши предшественники. Вас, вашу идеологию, ваших последователей всегда использовали чужие силы, силы Запада, для достижения своих геополитических интересов. Теперь вас используют снова, и делают из вас стада баранов, и превращают вас в пушечное мясо. Мой вам совет. Возвращайтесь к себе, в свои города. Да, свергайте там своих киевских и других узурпаторов, олигархов и продажных чиновников. Начинайте строить свою государственность, о которой вы так долго грезили и мечтали. У вас для этого есть все возможности. Вам не хватает только мозгов, чтобы это осознать. Мы у себя на Донбассе. Своих олигархов скинули и погнали прочь. И сейчас строим свое настоящее, настоящее подлинное народовластие, о котором вы можете только мычать на своих майданах. Вас использовали одни олигархи против других. А на настоящую революцию вы, бандеровцы, патологически не способны. Вы всегда были и являетесь оружием для достижения цели, чужой цели в чужих руках. Перестаньте, в конце концов, лезть на нашу землю, Новороссию. Здесь наша родина, и мы за нее будем стоять насмерть. Бандеровцы, перестаньте верить этим политиканам в Киеве. Они вас предают ради своих шкурных интересов, бросают вас как мясо на наши орудия, на наши позиции. Среди вас орудует сотни агентов СБУ, провоцируя вас на действия, которые необходимы им, а в отношении вас это настоящая манипуляция. Среди нашего ополчения тоже орудует десятки агентов и провокаторов. И их задача провоцировать в раскол в нашем освободительном движении и подвигнуть на убийство друг друга. Но мы осознаем ценность исторического момента. Мы готовы стоять единым фронтом перед лицом военной агрессии против нашего народа. Никакие провокаторы СБУ и ЦРУ не смогут поколебать нашу решимость защищать единым строем нашей республики. Я от своего имени еще раз призываю всех наших командиров вооруженных формирований к единению во благо будущего наших детей, во благо будущего Новороссии. Вместе мы сила, вместе мы победим!